Окей Продакшн представляет Еду с работы, он говорит, да нет, на 5 минут зайди Потом я понимаю, что эти на 5 минут зайди Что-то походу другого касалось, больше не его дня рождения Я на тот момент была в гостях у своего Керы И на самом деле я часто к ним езжу в гости Ну такая незапланированная поездка получилась Хотелось остаться дома Но моя невестка настояла прям Я в общем, в планах у меня было вырядиться прям Подобрала себе наряд И тут мне его резко обломали Кера мне говорит, это слишком открыто, это нельзя Я хотела надеть кофту с одним рукавом И он сказал, что так ты не пойдешь точно Все, переодевайся И тут невестка подходит и говорит Пожалуйста, давай я тебе волосы накручу быстренько и пойдем Ничего страшного Я говорю, ну давай, ладно В итоге уговорила Зашел поздравить, он говорит, зайди покушаешь, потом пойдешь Я встаю, он говорит, надо тебе кое-что сказать Подходим, ну у них там лестница на второй этаж Вот прям рядом с этой лестницей стоим Прохожу мимо лестницы И там стоит, получается, вот именинник, родной брат моей невестки и Эдмонд И он мне говорит, тут девушка одна есть И вот как раз Сюзи проходит рядом И я такой, не знаю почему, говорю, привет Такая, здравствуйте И прошла Причем я даже на него не смотрела В тот момент я смотрела так Смотрела вниз и прошла Даже не посмотрела в его сторону Как-то мне было неловко, что ли Артю говорит, это она Типа эта девушка, с которой я хотел тебя познакомить Начала расспрашивать, что, как На следующее утро просыпаюсь Захожу в дирекцию в инстаграме И наткнулась на такой запрос Ну, сообщение такого рода было Привет, там Очень понравилось Увидела тебя вчера на мероприятии Вот, хотела пообщаться И тут я сначала задумалась, кто это может быть А потом вспомнила, вспомнила То самое привет на этом празднике Конечно, я не ответила на это сообщение Прочла, но не отвечает Я думаю, может что-то не так Начинаю написывать, написывать Игнор, игнор, игнор Но как-то не хотелось останавливаться Все читала, но никогда не отвечала На мои 10 сообщений, может, одна точка Один спалик из ее ответов Однажды он мне написал Пожалуйста, давай поговорим Пять минут всего лишь Не больше Мне казалось, что если поговорим пять Потом будет десять и полчаса и так далее И, не знаю, долго думала Но в итоге он настоял на этом И ответила И ровно на пятой минуте я выключила И в один прекрасный день Мне он приснился Это было настолько неожиданно Потому что, не знаю, мне казалось, что я о нем не думаю вообще Но так получилось, что вот Сон был настолько красочный Настолько, не знаю, правдоподобный Мне казалось, что это какой-то знак Знак свыше Ну, конечно, я рассказала сначала папе Что он хочет приехать Потому что мама моя все знала И так мы с ней уже Ну, я делилась с ней с самого начала Как-то папе в общих чертах все рассказывала Мама, как мне только подружка Рассказывала ей все И папа мне говорит Ну, хорошо Я спрашиваю у него Вот Мы хотим пойти выйти погулять Он говорит Хорошо, выйдите погулять Но мы пойдем втроем И тут у меня шок Как такое может быть Я понимаю, в чем суть Я говорю Не, Боленька нам неинтересно Мы пойдем в кино где-нибудь посидим Говорит Ну, вместе же интереснее Давайте вместе поедем Я не знаю, как Уговорили Еле-еле Вроде все это прошло уже Я понимаю Он с добрыми намерениями Сказал, да, общайтесь Но сердце-то не дает Спокойства ему После кино Мы поехали к ней домой Поговорить с родителями На самом деле Было тревожно Думал, что, как ответят Как будет Для меня Это первое впечатление С их стороны Было очень шикарным Потому что Это были хорошие люди И они меня хорошо приняли От этого хорошего приема Мне было легче Мне было приятно С ними общаться Тут все ждали меня Все мои дяди, тети Сидели, ждали Прям в этот же вечер Все были у нас дома У меня немаленькая семья После уже первой встречи Я как поговорил с отцом Рассказал, что как было Сам, оставшись наедине У меня в голове столько мыслей было Я в первый день, когда увидел ее На самом деле не так, может, разглядел Но в день, когда мы пошли в кино Она была самой красивой На самом деле В этот день я, когда увидел ее Понял, что да Это то, что я искал И не только дело в красоте А есть многое, что останется во мне Есть многое, что я сейчас поделюсь Но на самом деле Она тот человек, который Может со всеми грубо Может кому-то что-то резко ответит Но с самого первого дня По отношению ко мне Я видел от нее Только нежность Я видел от нее только Искренность Не было такого, что я чувствовал Что-то резкое по отношению ко мне Либо чувствовал какой-то Какой-то негатив или игру Мне понравилось именно это И даже вот в первый день Именно нашего свидания Когда мы были в кино Я понял, что да, это то, что мне нужно И что бы ни произошло Все равно я не отступлю Ну, на самом деле У нас-то в семье уже С этих теплых краев есть моя мама Это даже с одной стороны Было как-то тоже как судьба Как мой отец поехал оттуда Забрал невесту Так и я Ну, мама с Армавира сама А Сюзи с Краснодара Ну, там разница 2-3 часа Это роли не играет Главное направление одно Главное, что мы идем в правильном направлении Как из фильма Невеста из севера Только мне больше повезло У меня с юга невеста Теплые края все-таки Начался момент, когда надо готовиться К нашандреку Мы подъехали к залу Все на улице ждут У нас было немало людей На самом деле И мы стоим Перед входом в зал уже Какой-то мандраж был Не знаю что Сердце стучит, конечно Вообще В этот момент Не знаешь, как сделать Чтобы правильно было Чтобы все было красиво Только вчера закончился этот день Только вчера прошел нашан А сейчас столько подготовок Столько моментов Которые надо решать к свадьбе С каждым днем понимаю Что все ближе и ближе Это все И надеюсь на то, что Мы сделаем все Чтобы было все отлично Чтобы было все весело Чтобы всем понравилось А самое главное Что этот день запомнился нам Дорогие друзья Близкие Родственники В этот день 7 августа 2022 года Мы Празднуем свою свадьбу К которой так трепетно готовились Я тоже хочу выразить Своё пожелание Я искренне хочу Чтобы все наши братья Сестры Друзья и подруги Нашли свои вторые половинки И были так же счастливы Как и мы Да, так и есть Это наша свадьба Но это так же праздник Наших родителей Так давайте же Сегодня будем веселиться Танцевать Чтобы этот день Запомнился нам навсегда И мы будем Самыми счастливыми На свете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok